Охотничий сезон открыт, и раз наступили выходные, мы едем на охоту. Мы стреляем взрослое животное. Корову с телком мы не стреляем. Ни корову, ни телка. Соответственно, идет, если корова, и видите, что за ней еще кто-то идет, вы не стреляете. Если выходит теленок, значит вы его пропускаете. Если за коровой вышел лось-бык с рогами, стреляете. Стреляем, мы только уверены. В голову не стреляем, в жопу не стреляем. Видите, опять же, что по лесу проходит лось, идет на соседнюю, не жадничает. И вам неудобно стрелять, соседу будет удобнее выстрелить. У нас охота коллективная. Надо на команду добыть лося. Ему будет удобнее выстрелить. Если у вас где-то там в лесу, вы все деревья точно соберете, а в лося не попадете. Обычно заканчивается именно это. Поэтому не жадничай. Выйдет на край, на открытые. По идее, один выстрел. Один нормальный выстрел в легкие и все. Первый загон. Ну и как обещал прогноз, у нас пошел дождь. Все как мы любим. Плохая погода. Посмотрим, что в результате загона получится. Очень хочется верить, что на этот раз вдруг что-нибудь выйдет, и я успею камеру включить. Ну вот, первый загон прошел. Из положительных моментов только то, что дождик начал заканчиваться. Ну, по крайней мере, первый раз случился. На номера никто не вышел. У нас второй загон. Долго переезжали, расставлялись. Ну, вроде бы, сейчас номера уже почти расставились. Сейчас загон будет начинаться. Подходил, все, лося видел. Ты? Ну, не я. Не я и не видел. Ну, не видел. Ну, не лося. Не лося, да. А белку. Ну, листья, листья падали. И что-то шуршало. Да, учебно, все листья учебно были взяты. Ну, лось есть. Как ты это определил? Ну, вот, два паренька и мужик с собакой там. А ты знаешь, что в первом загоне я вот говорил, что лось вот напротив меня трещало. Ну. Так вот, у них было пять собак, четыре собаки ушли вот за этими лосями, которые за, ну, за этот язык в обратку ушли. То есть ты хочешь сказать, напротив тебя были лоси, и ты нас оставил без мяса. Я правильно понимаю? Ну, я могу стрелять далеко, но не могу стрелять через лес. Через лес там на 200 метров. Это пока мне не дано. Нам помешает. Так, значит, ты лося. Лося. Так, отпустил, а? Ну, ты видел? Видел, видел. Вот именно видел или слышал просто? Далеко? Метров тридцать, наверное, и в кустах так. Ну, в смысле, перед тобой или он проскочил? Загончики по сторонам расходились. И пошел краем? Он, очевидно, шел либо вот отсюда, либо вот так. На светлое место, где вырубка не вышел, а в кустах. Ну, стрелять невозможно было. Ну, понятно. Ну, и сикач один. Невысокий. Такой бы. Это поросенок. Ты такого не увидишь. Нет, ну, ты такого, да, и не увидишь в траве. Это, может быть, от травы торчало, а от трава по пояс? Так бывает. Как Баратина тогда говорит, что это какой-то теленок, а потом смотрит, что это как его... Говорит, да он рост там с борщевика, а борщевик трехметровый. Ну, просто один шел, и не хрустел ничего. Очень-очень тихо шел. Не бежал, а медленно так. Ну, это сикач, сикач. Это не свинья со стадо. Да, это просто обошел. Да, вот один был. Но чистого места не было. И стрелять не было. Ну, ладно. Зато видел. У нас уже третий загон за сегодня. Как оказалось, в первом загоне все-таки лоси были. И собаки их зацепили и угнали. То есть на номерах даже слышали, что там хрустело, но стороной прошли. А вот во втором загоне уже даже кабанчика видели на номерах. Ну, правда, он внутри загона прошел, неудобно было стрелять. Ну, уже хотя бы видели. Стрелял Дармезон. Бык лежит. Молодец ты наш. Отличная новость. Я правильно понимаю, Антон Николаевич, что это была самооборона? Нет, нет. Это я пересел. Я там. Без пятизападал. Два метра, блин, тромали. Да. Он остановился, и он начал вот прямо отсюда выходить. Подожди, откуда выходить? Ну, вот. Прямо из Крапивы? Да, да, да. Ну, тут 20 метров. Да, я вот первый выстрел. Первый выстрел. Куда я выстрелял? Раз. И второй здесь. Ты же на каком расстоянии стрелял его? Ну, там сколько? Метров 20. Это не серьезно. Ну, да. Это нет. Твой номер должен был быть на поле. Как-то меня поставили, вот так я и стрелял. А что он не ушел? Зачем? Я правильно понимаю, что ты не участвуешь? В турнире? Да. Нет. Хорошо? Ну, да, отлично. Количество неучаствующих растет с каждым годом. Не, ну а что, нормально? Это даже заявочка была, думаешь, больше? Брагатый, все нормально. Хорош? Не, нормально. Мое место было за Солонцом. Ну, тут вот, 15 метров. Я его, ну, вот в этом прогале, собственно, держал. Уже прицел, и если бы он там появился. А он свернул, и прям вот через эту крапивку. То есть, первый выстрел был. Вот в этой крапиве? Да, в крапиве. То есть, я брал чуть пониже, чтобы по сердцу сразу. Но попал в ногу. А второй выстрел был где-то... А, не, ну, он уже дорогу перескочил. Ну, какие-то моменты травмчат. То есть, я второго, чтобы на второго, на соседний номер не было опасного попадания. То есть, пропустил. И второй выстрел, он все равно выпал. Второй выстрел, я думаю, где-то по сердцу, прям за лапом. Ну, собственно, и все. Ну, молодец. Быстро и эффективно. Спойлим тебе. Спасибо. Спасибо, кормилец наш. Где мы? Какой-то четырех рожковый. Да вообще. Четыре на четыре, вот посчитай. Четыре на три. Ну, молодец, Антон Николаевич. Вот такая вот пуля. Антон Николаевич ей стрелял. Прям раскрылась хорошо. Все как надо. Увы, с не ушел. Обнаружена была на выходе с другой стороны. Под шкурой. То есть, даже не пробилась, всю энергию отдала. Ну, все, давайте. Что-то не пульсовало. А вы что здесь делаете? Вот видишь, все уже с луком перемешали. Все, в общем, все, в строительстве. Эффективно. Евгений, тут такая профессиональная... Эффективно, конечно, профессиональный миксер с нами. То есть, у нас будет вырезка с луком? Да. С луком. И все, что было у Антона в чемодане. Ты все равно это не вставишь в свой ролик. Зачем ты меня снимаешь? Вот так вот и заканчивается охота. Да, Сереж? Да. Да. Охота это когда всех вытолкали. Спасибо.